В районе Парка Победы расположена 15-я царская батарея, которая в военные годы была флотским складом боеприпасов. Теперь здесь ведется строительство и копится мусор. По словам историков, это место является одной из последних точек 2-й обороны Севастополя. Только по донесениям 30-го немецкого корпуса здесь было пленено 3750 человек. Сколько было прижато? Ориентировочно, по прикидочным оценкам, где-то около 5-6 тысяч человек. Вот здесь произошла такая же самая трагедия, как и на 35-й батарее. Специалисты отмечают, от 15-й батареи незастроенной осталась лишь пятая часть. Эта территория и стала официальным историческим памятником. В общий реестр культурного наследия его внесли по просьбе тех, кто выжил в боях. По словам поисковиков, в Севастополе большое количество исторически важных объектов, о существовании которых знают лишь отдельные люди. Александр Неменко рассказывает, за три года поисковых работ члены отряда нашли и документально описали 575 памятников. За это время 27 из них разрушились по причине застроек. Сейчас, допустим, начаты работы на районе форта Северная Балаклава. Кто их ведет? На каком основании? Нам абсолютно непонятно. Объект, в общем-то, уничтожается, приводится в негодность. А ведь он тоже связан с нашей историей. И там, скажем так, там тоже очень много людей наших полегло. По Севастополю позабытых и позаброшенных памятников, о которых знают все более тысячи. Власти города дали слово восстановить, облагородить и еще каждый закрепить за конкретным хозяином. Госадминистрации предлагают перенимать опыт соседей. В Крыму объекты культурного наследия стоят на балансе созданных при местных советах коммунальных предприятиях. У нас же из более чем двух тысяч памятников состояние половины оставляет желать лучшего. Предприятия, которые находятся в функциональном управлении разных структур, и ЖКХ, и управление образованием, и городского совета, не имеют подавляющего большинства памятников у себя на балансе. Отсюда самая главная проблема. Мы не можем не то, что закладывать деньги на их содержание, но, естественно, и контролировать использование этих денег. Специалисты отмечают, попытки поставить на баланс и тем самым сохранить исторически важные объекты делались не раз. Из-за отсутствия финансирования прекратила свою работу комиссия по инвентаризации памятников Севастополя. Не услышали депутаты и предложение создать в 2006 году КП «Культурное наследие» сетует Светлана Шевченко. Финансировалось за счет получено взимание налога за развлечение внешней и внутренней рекламы на объекты культурного наследия. Власти города пообещали, на сей раз все будет по-другому. Ни один из памятников не останется бесхозным. Долгосрочный проект начнут с фото-презентации каждого исторического объекта. Задача – оценить состояние культурного наследия. Изначально надо разделить по значимости, там же разные памятники есть, по численности захоронений или по важности исторической. Я не специалист, это вы должны сделать. А дальше распределить нам самим, с фондом Майна, с вашим управлением. Разделить это все дело и раз и навсегда поставить на баланс. Определиться, что эти памятники закреплены за районом, эти за советом. По словам Владимира Яцуба, чем точно займутся в этом году, так это приведением в порядок исторического бульвара и Малахова кургана. Памятники ветераны давно нуждаются в поддержке. Ольга Деменчук, Делевер Меджитов, Наталья Бабкевич, программа «Наше время». Делевер Меджитов, Наталья Бабкевич, программа «Наше время».